приветствую всех сейчас вам покажу как я делаю тротуарную плитку с красителем и без него с добавкой пластификатора сейчас вот приготовленную смесь буду делать небольшом количестве а вы уже можете рассчитать сколько делать смеси и для какого количества форм вот сухую смесь один песок один цемент я мешаю вот в этой вот емкости пластмассовое ведро при помощи дрели с насадкой перемешиваю здесь добавляю на сухую мешаю добавляю краситель при необходимости потом высыпаю вот сюда добавляю щебень две части щебня и вручную лопатой мешают в этом тазике почему так потому что ну здесь вот удобно мешать лопатой здесь пластмассовом ведре удобно мешать дрелью повыше борта у этого ведра поэтому здесь дрелью удобно мешать всего за один замес делаю четыре формы это где-то вот пол пол тазика вот этого это четыре формы делаю почему четыре потому что ну плохо плохо мешать плохо смешивать краситель песком поэтому не спеша по четыре формы делаю в день получается где-то ну 30 может быть форм я делаю в день все делаю на даче не спеша мне спешить некуда ну дальше сейчас будем замес делать значит вот такой ведерко 5 килограмм песка на 5 килограмм песка столько же цемента прежде чем сыпать цемент нужно нам добавить краситель краситель берем значит 200 грамм красителя на 5 килограмм вот этот вот колпачок 100 грамм вам надо 200 значит высыпаем один все перемешиваем все перемешиваем Добавляем 1, тоже 5 кг цемента. Добавляем 1, тоже 5 кг цемента. Добавляем 1, тоже 5 кг цемента. Теперь нужно щебень добавить. Два ведерка щебня. Вот щебень. Одно ведро. Вот второе. Это 10 кг щебня получается. Мешаем старым дедовским способом. Как струйбатик. Нет, где-то на мешалке у нас вибратора. Не бросало. Поэтому я делаю с собой ручную. Добавляем 2 кг цемента. Не бросаю. Добавляем 2 кг цемента. Добавляем 2 кг. Ну вот смесь готова. сейчас нам нужно добавить сюда 20 грамм пластификатора вот этот пластификатор вот я разделил одна риска 20 грамм но все это нужно нам значит 20 грамм что мы делаем размешиваем в теплой воде рассыпаем пол ведерка на воды надо все это дело мешаем почему я делаю малый объем потому что все это экспериментально а а а а все вливаем и опять мешаем вот так слишком густой чтобы хорошо перемешался краситель а 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 готово приготавливаем формы заливки после расформовки моем чистим их после всех этих дел надо мыть вот ну да видите как скатывается вода она не прилипает спрыскиваю вот силиконовая смазка бесцветная многоцелевая чтобы не прилипал бетон ну отработку не хочу говорят от нее могут быть там пузырьки а это все вот так вот побрызгали тряпочкой вот так вот протерли все форма готова к заливку сейчас будем набирать то тем что а то а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Без вибростола обходимся... Пузырьки выходят... Замешено с пластификатором... Пор не должно быть... Поэтому... Особо... Утряски... Я думаю... Не требуется... Следующую берем... Замешено... 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 Продолжение следует... 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 Здесь выходит Здесь нет Здесь нет В следующей игре Загреваем углы Чтобы форма расширилась Спокойно вышло Вот так делаем На сформовку Форма блестит Смазанная силиконовой Жидкостью Смазка Силиконовая Универсальная В автомагазинах Покупаем Перед тем как Заливать форму Брызгаю Потом тряпочкой Вытираю На два раза Залить форму Хватает Хорошая штука Советую Всем Не применял Никакие Масла Смазки Только Силиконовая Жидкость Всем Кому Помог В чем-то Чем-то Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Будет много Кое-чего Интересного Всем Здоровья До свидания